И два изменения сделал Марат Мустафин по сравнению с проиграном. Собирается выполнить угловой. Обратите внимание, где нахуй располагается. Смотрите, уважаемые, ближе всех к нам. Аняж пошел на ближнюю штангу. Угловой или отворот посмотрел на своего ассистента. Это любопытная ситуация, кстати. Можно посмотреть. Не поймешь, от кого ушел мяч. Вот. Любопытно, да? Ассистент должен подсказать. Но ассистенту в этой ситуации было еще труднее. А по-моему, отгиби. И уже к моменту было. Денис отгибов. И по-моему, Шкулетич отличился. Ох, как здорово! Майкопа реализовал пенальтик. Вот такой выход один на один реализован. Вот теперь он, как красиво. Баринов-то как. Жамалетдинов забил. Вот он, молодой, да ранний гол. С высокого ракурса смотрится здорово этот пас. Свободную зону. И скоростной. Жамалетдинов просто уходим легко. Не успевает ни Накушев среагировать вовремя. Не успевает догнать Фибел. Говорили, что он будет в центр сваливаться. Вот именно поэтому нужны защитники, которые закрывают брус. Ну, здесь и пас хороший. Ой-ой-ой, какой момент в каркас. Давай поглядеть. Смотрим повтор. А на этом повторе мы вернем, что-то увидим. Именно насчет того, как Гильерми там успевал. Ну, мне кажется, в такой ситуации... А вот тут, наверное, просто оставался на линии. А вот тут, наверное, можем. Ну, да. Видишь, а так получается он в полупозитии. Для всех, когда хотя бы отчасти были решены. Финансовая проблема. Удар страшный. Возродилось, что ли, то, что касается своих шансов на сохранение места. Нет ли, но, во всяком случае, мы, уважаемые телезрители, говорим то, что мы как бы можем предположить. Да, ну, это единственное... Нахуша вновь, как и в первом тайме, хорошо открывается. Там, в районе тайной штанги. А мяч пошел на ближнюю. Вот за это надо, наверное, желтую даже показать. Вообще, это не очень хорошо. Естественно, недоволен тем, как Фибел действовал в данной конкретной ситуации. Поймать в самом начале второго тайма вторую желтую карточку абсолютно на родном месте. Сами прекрасно понимаете, это далеко не... Наброс в штрафную площадь. Нахуша вбел. Падают игроки. Рикошеты. Мяч вручат. Отскок мог быть туда, мог быть сюда. Согласись. Вот чуть-чуть посильнее отскочи мяч от Печиновича. Романа Шишкина. Тот штрафной удар Баринова. Скоро Ревишвили сейчас спасание поддержал. И здорово, удобно выкатил мяч под удар Баринову. Правда, высота была достаточно удобная вот после удара Баринова для голкипера. Но все равно Ревишвили большой молодец. Держал позицию. Это может сподвигнуть. Чуть позже об этом Шкулетич бьет. 2-0. Ох, какой бедный. С левой просто ложил. Аккуратненько, точненько в угол. Ну и Хентин молодец. Он на себя внимание отвлек. Он вышел из ворот. И поэтому... Ну его на это же не поймал. И нужно было. Он оценил ситуацию. И пробил точно в угол, да, с левой. Прекрасный удар. Вот не всегда надо силу вкладывать в удар. Надо еще и вкладывать, как говорится, по борту. Да, да. Как только, так сказать, не забивает. То есть, по-другому, что делает Журим Динов. Голосу записывал. Второй балл блестяще. Браво. Как это касается. Ты обрати внимание на Шкулетича. Человек вообще мяча не касался. Но он у Талии пошел. Шкулетич уволит. Вот он за собой бьет. Внимание. Внимание и увел. И, наверное, уже и не побежали. Слушай, ну все равно, какое олимпийское спокойствие у Лимфанта. Как играет? Как исполняет? Что в первом моменте, когда он отличился? Что Сидно Шкулетич мяч все одно обрабатывает. Пробрасывает вперед. Может быть, Хитрик будет? Жамалендинов пытается пробить сам. И Игнатьев. Игнатьев забьет. Третье забьет. Было бы красиво, чтобы молодой футболист оформил Хитрик. А вот как Игнатьев, опытный игрок, промахнулся. Это действительно удивительно. Рябиш Вилия молодец. По центру. Отскочил назад. Отлепился. Это пятие. Шкулетич. И напрашивается передача на Игнатьева. Будет ли гол? Исправляется Игнатьев? Нет, не исправляется. Еще одна попытка. Вот такая вот концовка. Так задористо. Все получается. Куражисто. В удовольствии. Хороший футбол. Моменты. Три мяча уже сопернику отгрузили. Могли и четвертые только что забить. И даже перед этим еще был один. Пятый там не получался. Два Игнатьевских момента. Это один гол. Как не крути. Не забитый. Но вот здесь надо отдать тренером Мордовии Маратом Мустафиным. А Локомотив вновь был близок к тому, чтобы закончил Локомотив. Мне кажется, после счета 3-0 имели больше моментов, чем до. То, кстати, интересная была ситуация. По нарушению правильных ситуаций. Навлетов, Тарасов друг друга тягали. И не поймешь, кто из них, так сказать, первым отражался.